Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ, начало седьмого в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, мы вас искренне и с радостью приветствуем и сообщаем, друзья, сегодняшний концертный зал имени Джанго. Алексей Поддубный у нас сегодня в гостях, лидерка Джанго. Лёш, привет. Друзья, очень рад вас видеть, надеюсь, радиослушатели нас слушают. И зрители нас видят, и слушатели нас слушают, в машинах, в общем, все по возможности, но каким-то образом все равно вместе с нами проводят этот вечер. Друзья, конечно, мы рекомендаем вам нас прежде всего смотреть, потому что у нас уникальный случай, уникальный... Сегодня человек-оркестр Алексей Поддубный, Лёш, сегодня человек-оркестр, у него в руках гитара, если вы видите, а рядом, значит, красный синтезатор. Электронный. Мне кажется, рояль, мне прям хочется его назвать, красный. Ну, это почти рояль, только электронный. Здесь тоже 88 клавиш какие-то на настоящий рояль. Он какой-то у тебя особенный, с ним связанная какая-нибудь история? Как давно он у тебя был? Он красный. Красный. И этим все сказано. Ну, я считаю, что это один из лучших просто инструментов, заменяющих звук рояля, тем более, что сюда можно закачивать разные звуки. Вот я обнаружил такой хороший рояльный звук, он как-то называется даже, сейчас сюда не вижу, Velvet Ground, это значит бархатный. Бархатный, но бородой рояль. А мы сегодня услышим бархатный рояль чуть-чуть или нет? Ну, я вот сыграю песенку, одну точно, а там уж не знаю, как пойдет. А бархатный, бархатный, этот самый, вуаль, мы услышим эту бархатную? Вуаль. Вуаль. Что-то мне это слово начало в последнее время попадаться. Прекрасный настрой, друзья, чудесная гармония. Сейчас опять снег пойдет в Москве, мне кажется. И точно у всех налиццев появилась улыбка. У нас есть важное объявление, точнее, не у нас, а у Алексея, от приглашения на концерт, тем более, в такой замечательный день, 22 февраля, канун Дня Защитника Отечества. Но это уже праздничный день, потому что, само собой, начинаю поздравлять заранее. Леш, ну расскажи, где, что, как подробнее, приглашай, пожалуйста. Я тоже так считаю, что праздновать столь замечательный праздник, День Защитника Отечества, а, так сказать, в моей терминологии, это День Советской Армии, нужно начинать заранее. Лучше неделю до и неделю после продолжить. Ну, обычно мужики так и делают. То есть, как бы, заходят, так сказать, запасом, потом постепенно выходят. Хотя мне такое складывается впечатление, что в последнее время он, как бы, немного, немного почему-то не так празднуется помпезно, как это было раньше. Хотя, я считаю, что поводов сейчас как раз гораздо больше. Вот, наши ребята сейчас серьезно занимаются. Леш, 22 февраля, Люстребар. 22, да, 22 февраля, канун Дня Защитника Отечества. Мы решили сделать концерт праздничный в клубе Люстребар. Хорошее место, насколько я знаю. И, собственно, ждем вас. Во сколько начало? Приедет вся группа. Ребята там у меня в Донецке. Сегодня они просто не смогли приехать по разным обстоятельствам. Поэтому я отдуваю сегодня за всех. В четыре руки практически. Друзья, мы, конечно, обязательно еще узнаем подробности предстоящего концерта. Я сейчас предлагаю начать нашу музыкальную часть программы, эфира. И попросить, конечно, Джанго исполнить нам что-нибудь. Ну, давайте. Я, кстати, список песен так и не успел составить из-за московских пробок. Да, ну и к лучшему. Только приехал. У нас сплошная импровизация. Собственно, сейчас попробую спеть какую-то одну из песен. Вот, допустим, вот эту, которая называется «До тебя». Класс. А живет, когда безымянными перронами вода, И пойдет река огнями берега. Ты узнай меня, ты узнай меня вдали веселого, А обратно домой веселее всегда до тебя. До тебя. Мне откуда было знать, что любить не перестать, А дышать не устать. До тебя, до тебя мне бы только дошагать, Чтобы, глядя в небеса, снова ночевать. Ты узнай меня, ты узнай меня, Ты узнай меня по заброшенными Перегонами, ты узнай меня, Ты узнай меня веселого вдали. Полетят, когда над исколотым огнями холодом, А обратно домой ранние журавли. До тебя, до тебя мне бы только дошагать, Что бы, глядя в небеса, снова ночевать. До тебя, до тебя мне бы только дошагать, Что бы, глядя в небеса, снова ночевать. Обратно домой веселее всегда. До тебя, до тебя, до тебя мне бы только дошагать, Что бы, глядя в небеса, снова ночевать. До тебя, до тебя мне бы только дошагать, Чтобы, глядя в небеса, снова нам оживать. Снова нам оживать. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, и московские пробки заканчиваются. Вы дошагаете домой. Но, конечно, со стороной ФМ это делать комфортней. Жанка. Очень люблю эту песню у тебя. Спасибо большое. Леша, давай вернемся. Я так увлекся вашим звуком хорошим, Что даже забыл слова. Ну, это прекрасно. У нас прямой живой эфир. Что, в общем, ты это и доказал сейчас, А что тебе спасибо огромное. Специально, наверное, делать ошибки, Чтобы доказывать. Это живой эфир. Да. Дорогой Леша, 22 февраля известно, Известно из секретных источников, Что будут представлены новые песни На суд поклонников. Песни, которые еще не выпущены, Значит, их нельзя не послушать нигде в интернете, Тем более в эфирах. Ты специально это сделал? Такая секретность, Такая вот особенность для праздников. Подарок, чтобы сделать. Вообще, это премьера будет, Леша? Да, вот расскажи. Я думаю, да. Я сейчас дописываю одну-две песни. Сейчас я над ними работаю. Очень, на мой взгляд, Как-то искренне все это получается. Я давно хотел прийти в какое-то такое состояние, Чтобы заняться музыкой безотносительно Там всяких форматов, эфиров и прочего. А просто написать то, чтобы мне нравилось, И чтобы выражало какое-то мое... Мои чувства. Чистое вдохновение. Да, вот чистое вдохновение. Чтобы оно черпалось откуда-то свыше, так сказать, из воздуха что ли. И мне удалось как-то уединиться, посидеть и начать писать эти песни. Я решил так, что я буду эти песни собирать, аккумулировать. Может быть, они будут переписываться несколько раз. То есть какие-то строчки будут... Редактироваться. Да, редактироваться. Да, да, да. Вот на концерте я сыграю, мне вот не понравилось какое-то одно слово, Или какой-то речевой оборот, Или... Мне кажется, что можно было бы сделать лучше. Да. Так увлекся, что в следующий раз уже песня вообще по-другому прозвучала, С другим смыслом. Мне потом можно, да, доделаться до такой степени, Что сам потом не узнаешь, собственно, что это за песня была. Так возникнет другая песня, или уже другой смысл. Ну продолжай, пожалуйста, я тебя перебила. И вот я решил, что на концертах я буду играть те песни. Пока они не придут в какой-то вид и количество, Их не станет соответствовать тому, чтобы сесть И хорошенько поработать над альбомом. Чтобы собрать их, и уже после этого записывать. А до этого я буду исполнять их только на концертах. Такое тестирование, наверное, да? И будешь смотреть на реакцию, читать потом отзывы, какие-то комментарии. Да, а то вот, вы знаете, вот только в эфир запустишь, и все. И песня уже должна быть именно такой, Какой она прозвучала в этом эфире. Вот у вас, например, взять и спеть, и вот. И потом тебе скажут, а чего ты там слово поменял? А ты неправильные слова, он забыл, перепутал, да. Получается, что это такие, знаете, скрытые авторские тесты песни. Ну, можно и так сказать, да. Тест-драйв. Сразу несколько целей. Эти твои новые песни, скажи, пожалуйста, они про любовь? Ну, конечно. Я вообще считаю, что... Ну, то есть это мой стиль, скажем так. Я хочу петь о том и так, чтобы у людей после прослушивания осталось какое-то все-таки от этого ощущение, впечатление. Вот, например, на мой взгляд, есть очень много талантливой музыки, реально по-настоящему талантливой, но после которой остается какое-то такое ощущение какой-то пустоты или безысходности, или что-то такое, вот, потери настроения. Как я с тобой согласна. Как я с тобой согласна, да. Вот бывает такое, да? Да? Конечно, конечно. Вот. Я хочу, чтобы после моих песен... Тревогу даже вызываю, да что угодно. Да. Ну, тревогу, да. Хотя многие сейчас скажут, ну, что у них что-то... Мне кажется, что... Неспокойно в голове раз они так-то реагируют. Если песня навевает на какие-то мысли после прослушивания... Хоть на какие-то, и на том спасибо ты хочешь сказать. То это здорово. Леша, давай запустим сейчас правильный мыслительный процесс и послушаем правильную хорошую музыку. Твою, конечно. Ну, да. Можно, кстати... Я даже не знаю, чего тут дальше играть. Чего дальше играть. Да, у меня есть еще одна интересная тема. Ну, тогда давайте так. Я какую-нибудь песенку сейчас сыграю? Конечно. И мы продолжим наш разговор. А потом продолжим разговор. Давайте, наверное, вот эту песню. А вот эту, например. Почему бы и нет? Сигарета самодельная, ночь небесная роса. Ты, как радуга ничейная, до рассвета полчаса. Лето, где же ты? Была, не была, звала, не звала. Все опять миражи по утрам. Что пела, зачем? Рассказывала свои тайны ночным дворам. На-на-на-на-на... Скоро города огромные наши души украдут. Не по песенке знакомые нам послушать не дадут. Лето, где же ты? Была, не была, звала, не звала. Что пела, о ком? Рассказывала. Была, не была, звала, не звала. Все опять миражи по утрам. Что пела, зачем? Рассказывала свои тайны ночным дворам. Свои тайны ночным дворам. На-на-на-на... 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 На-на-на-на-на На-на-на-на-на-на-на В Ленинград, Санкт-Петербург, Ленинградской области Да, сейчас Интересное было Выступление С Еленой Вайнгой Да, так Произошло, что Так или иначе она как-то появлялась Так сказать, у меня в жизни Ещё я с ней познакомился очень давно Тоже в Санкт-Петербурге На одном из каких-то сборных концертов И она очень хорошо отзывалась О моих песнях, говорила, что слушает и так далее И вот недавно она позвонила мне и предложила спеть несколько песен в ее больших концертных программах, которые проходили в Санкт-Петербурге, в Октябрьском, БКЗ, Большой концертный зал. И выбрали песни, наиболее известные, конечно, «Холодная весна» и «Лето на 17-й аллее». Ну, это легендарная песня. Я не шучу нисколько. Так интересно, что получилось. У Елены в концерте участвовала группа дополнительная, группа усиления, так сказать, духовой секции. Это оркестр от оркестра бит. Ребята в Санкт-Петербурге живут, насколько я знаю. Ну, вот им очень нравятся такие сербские мотивы. И они, как нельзя лучше, конечно, пришлись для исполнения этой песни. Они разучили все здорово. То есть было очень приятно с ними играть. 10 человек. И они именно задули все как надо, как у сербов получается. И эту песню исполнили. И «Холодную весну», собственно, спели. Лена сказала какие-то приятные слова. И очень хорошо принимали эти песни. Так что вот, а песня «Лето на 17-й аллее», кстати, недавно ее брали в сериал на РЕН-ТВ шоу. Ну, надо сказать, конечно, для тех, кто вдруг, может быть, подзабыл, что это уже далеко не первая песня, которая стала саундтреком. Да. Вот. Ну и теперь досталось участие песни «Лето на 17-й аллее». Несмотря на то, что песня-то выпущена была уже достаточно давно, можно сказать, да? И только ее рассмотрели. Это хорошо, лучше поздно, чем никогда, конечно, в данном случае. Но, в общем, это здорово. Сериал уже прошел, да, я так понимаю? Да. И саундтрек. Мы желаем тебе такого не посмотреть. Друзья, режиссеры, обратите внимание, у Джанга есть еще песни, которые пока не задействованы были в фильмах. Должны быть песни про осень, Леш, и про зиму, потому что у тебя сезонные песни, заметь, попадают в кинематограф. А, да, нет, только у меня есть. Про зиму написана песня «Снега». Она, правда, серьезная такая. Почему-то все-таки кинематографисты предпочитают что-нибудь такое полегче. Смотри, «Холодная весна», «Лето на 17-й аллее», теперь остались «Осень» и «Зима». Значит, мы надеемся, что до конца года ты все-таки выпустишь пластинку. Я тоже так думаю. Будем ее ждать. Да, да. По крайней мере, я ее напишу, да. А потом уже делаю технику. Кстати, как ты будешь ее показывать? Сразу все запишешь и выпустишь? Или синглами, как некоторые сейчас делают? Даже не знаю пока. Мне главное записать альбом, чтобы он был цельным. У меня такая программа «Максимум» всегда, чтобы, если выпускается пластинка, условно говоря, это можно слушать MP3 из интернета, или можно поставить CD, или еще что-нибудь в этом роде. Да, может быть, можно выпустить даже там винил. Коллекционный, да. Да, да, да. Чтобы человек просто взял, послушал его. Сейчас очень много музыки просто слушают в машинах. Вставил компакт-диск и слушаешь. Мне хотелось бы, чтобы человек, который ее слушает, слушает эту работу, да, чтобы он погрузился в это и не переключал песни, не перематывал. Сейчас недавно я пошутил, слушать песни на перемотке. То есть там послушал первые 10 секунд раз, перемотал. Не то, не то. Или о, зашла, остался, задержался немножко. Это как-то да. Мне хочется, когда я общаюсь с любителями моего творчества, так сказать, после концертов или где-то в соцсетях, то мне часто именно об этом говорят, что альбомы слушают напролет, песня за песней. И он создает определенное настроение какое-то. Это правда. Да, вот это самое важное. Скажи, пожалуйста, Алексей, а не задумывался ли ты о том, чтобы записать классический альбом? То есть, может быть, произведение Шопена? А, ну, Шопена я люблю, конечно. Но я его, так сказать, исполняю очень-очень, так сказать, полюбительски. Я так думаю, что если я буду заниматься, то лет через пять... Через пять. Я смогу сыграть вполне, вполне сыграть... Возможно, да. Возможно, смогу сыграть какой-то небольшой концерт, скажем, там, 45 минут, какое-нибудь отделение. Огромное же количество людей не поймут, на самом деле. Ты можешь быть очень строг к себе. Да нет, но если ты не попадаешь по клавишам, то... И это ладно. Еще хорошо, если по клавишам... Ну, ладно, хорошо, но стал я по клавишам попадать, значит, допустим, это уже неплохо. Но есть же какие-то очень высокоуровневые вещи, там, скажем, динамика, какая-то манера исполнения, да, там, какие-то классические вещи, которые уже были. Ты это берешь у каких-то исполнителей, добавляешь что-то свое, там, свои переживания. Ты должен переживать эту музыку, иначе это классическая музыка чем, на мой взгляд, велика? Тем, что настолько серьезная разница потенциалов эмоций, ее можно замедлить, можно ускорить, можно сделать здесь тише, здесь провал, здесь, скажем, поднять громкость, здесь силы добавить, да, здесь разогнать, здесь замедлить. И вот это я чувствую, и вот иногда, когда мы играем свои, мои песни, да, на гитаре я один могу, например, разогнать или замедлить, еще что-то. А с группой это тяжело, да, сделать. И все должны держаться в одном ритме. Да, 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 и это меня немножко стесняло. Скучно как-то, знаете ли. А сколько, извините, пожалуйста, Рома, один вопрос, сколько на сегодняшний день отнимают занятия на фортепиано у тебя, на рояле, кстати? Я ленивый человек, конечно, иногда я занимаюсь, иногда нет. Вот сейчас я уже не занимался там неделю. Ты на этих клавишах дома занимаешься? Да, 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 да. Целую неделю не занимался? Да. Это много, все, пальчики-то... Да, конечно, пальчики уже все, закостенили. Ну, я сыграл. Похоже, концерт, друзья, в Доме музыки откладывается. Пока откладывается, да. На 2023 год перенесли. Ну, 22 февраля, конечно, все, в силе. Люстра, концерт группы Джанго Алексея Поддубной будет, разумеется. А сейчас концерт на стороне. Ну, давайте, пожалуй, раз мы заговорили о фортепиано, то веселую песенку про лето, которую мы пели с Еленой Ваенгой с оркестра битом, который, кстати, может быть, мы решили, возможно, мы сделаем совместный концерт где-то в мае месяце. О чем ты напишешь у себя во всех соцсетях? Да и придет и расскажет, пригласит уже конкретно, когда будет дата известна. Да. И я сыграю тогда песню «Пальтецо», которая обычно всегда как-то по-другому воспринималась. Но вот людям нравится именно так, когда я играю на концертах ее на вот этом вот инструменте. Поэтому можем попробовать послушать, как она звучит здесь. Надо сменить микрофон сейчас. Да, пожалуйста, меняем. Все в прямом эфире, все смотрят. Легким движением руки. Ага, легким движением руки. Ну давайте. Надо немножко сосредоточиться, потому что она такая, скажем, стала многозначительной песня. Я смеялся над весной, ее не помня. Я родился налегке, под дождем, что молится тишине, запах солнца в огне, тайны юных вечеров. Но кто-то знал, что уходить до рассвета, Ночь гроза, темнота за спиной. Шесть огней над головой, слава Богу, живой. Ну все, как будто домой я искал тебя. До солнца пальтицо, папироса и в лицо Осень полбиты, полдороги До солнца пальтицо, папироса и в лицо Осень полбиты, полдороги До солнца. Где младенцы облака первым вдохом? Где небесная земля поводырь? Скоро берег, скоро дом Скоро вместе вдвоем И нам навстречу звезды Пальтицо, папироса и в лицо Осень полбиты, полдороги До солнца пальтицо, папироса и в лицо Осень полбиты, полдороги До солнца Тихий, тихий голос твой Слава Богу, живой Тихий, тихий голос твой Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Человек в темной одежде и со светлой душой Алексей Поддубный Джанго Здравствуйте Да, привет Друзья, очень проникновенно Спасибо вам за песню Мы уже проговорили немножко про Шопен Но, не знаю, можно ли попросить тебя фрагмент какой-то нам Хотя бы изобразить классики Но он уже по желанию Учитывая, что ты неделю не занимался Целую неделю Ну да, это надо попробовать, конечно Это же все-таки, понимаете, ответственная вещь Лучше, может, на гитаре пока Хорошо Хорошо Следующий раз тогда придешь и сыграешь Шопена Между прочим, что сейчас хочешь сыграть? Какой ты? Я хотел сыграть как раз песню «Лето на 17-й аллее» Которую мы спели там с Еленой Вайнгой И которую, может быть, мы будем играть потом в следующих концертах с группой Оркестра Бит Ну, пока мы только, так сказать, ведем об этом разговоры А записывать с ними нет такой мысли у тебя? Записывать эту песню в их сопровождении вот в такой аранжировке? А зачем? Она уже записана Ну, вот с этими ребятами Ну, с этими ребятами, я думаю, мы запишем что-нибудь еще другое из новых песен, конечно А зачем переписывать то, что уже было? Тем более, что песня была записана в Сербии с отличным оркестром Боба Намаркович, там все было Интересно Видишь, как мы тебя раскрутили? Да А так бы ты и не сказал нам Скажи, пожалуйста, Леша, а ты вообще сам, может быть, делал когда-то это В твоих ли это правилах взять и обратиться к кому-нибудь из артистов с предложением спеть дуэтом, например? Ну, я, в общем-то, никому не обращался до этого Ко мне обращались, да И вот у меня было несколько дуэтов Кстати, одну из своих песен я записал в дуэте со Светланой из группы «Город 312» Вот «До тебя» песню, да Мы записали Очень такая интересная была задумка Не знаю, пошла она куда-то или не пошла Я как-то это не контролировал Потому что это была дуэтная история с ней Катя Я, к сожалению, не слышала, но мне кажется, что это должно быть действительно очень серьезно Ну, да, это, в общем-то, интересно Не знаю, пока ее, может быть, не запускали Может быть, они собирают дуэт, и потом это будет как-то выпущено где-то Концерт какой-нибудь землейный, да Может, концерт Да, да, да Катя Гусева у тебя был дуэт Да, да, да Вот, тоже очень красиво Сейчас вот я бы, на самом деле, у меня есть одна интересная такая новость Я как-то проникся идеей, что все-таки наша страна будет принимать чемпионат мира по футболу Вот Да, и я в связи с этим написал такую песню «Гимн» В связи с, ну, чтобы мы показали, да, всем, кто мы такие Да, конечно, здесь нужно сказать, Алексей, что не ты единственный задумался об этом Естественно, конечно, сто процентов И уже, ну, даже я уже несколько вещей слышала и смотрела даже некие видео смонтированные Не хочется никого обидеть ни в коем случае, но как-то Пока Вызывает удивление Ну, видимо, Саша, какой футбол, такие песни, может быть, вот пока так из этого исходят Нет, ну, в тех случаях видно просто, что это неискреннее Это для того, чтобы, извините, выражаясь языком, хайпануть А, да, нет, у меня все искреннее, да У меня все искреннее, я просто взял мелодию, которая была уже там лет пять-шесть или больше Твоя мелодия Да, моя мелодия, я на нее написал слова У меня возникло несколько таких образов, я взял, записал И вот это я бы предложил кому-то спеть Давай покажу Не просто дуэт Даже квартет Конечно, да Трио-четверио Петерио Да И семерио тоже хорошо Да, да, вполне Не знаю, времени, конечно, остается мало И вполне возможно, что я это запишу сам Но, в принципе, если бы с кем-то поговорить и кому-то это бы понравилось и это бы хорошо звучало, то я бы с удовольствием это сделал Сейчас, я думаю, что мы эту песню, конечно, продемонстрируем Возможно, кстати, на концерте в Люстробаре 22 февраля Ах, так понимаю, что сейчас-то мы ее не продемонстрируем, да? Сейчас, ну, у вас радио уже У нас телеканал Телеканал С синхронным вещанием в FM-диапазоне Первый и единственный в России Единственный в России Телеканал Ну, это вы просто Очень круто На том стоит Ну, я думаю, что спрашивать, о чем Ильич идет в этой песне, бессмысленно Потому что всем понятно Наверное, Россия чемпионка Вперед Победим Оле, оле, оле Вот оле я постарался избежать, потому что это уже как-то так Ривиально, все понимают Ну, подумаем, может быть, еще время есть Может быть, стоит вставить все-таки Это же как-то уже привычные слова, которые объединяют этот дух Оля, может быть, про Олю там Что сейчас тогда споем, Леша? Какой номер у нас будет? Ну, давай послушаем вот эту песню про лето на семнадцатой аллее, например, да? Здесь бы, конечно, оркестрика бы Эх, добавить Ну, ладно, хорошо Попробуем справиться Поскольку вы меня назначили человеком-оркестром То давайте так и сделаем И где только по вечерам наша не пропадала Раз хохоча пополам холода Кто-то зариск горяча Надо не надо, кто так Заодно иногда Повеселее Алей-аллей Все лето на семнадцатой аллее Повеселее Алей-аллей Я ждать и расставаться не умею И здесь труба пошли Не для меня береги первые слезы Руки ручьи пеленая в лучи И только приблудайюль белого лузы Кричит, а приручи Повеселей, алей, алей Все лето на семнадцатой аллее Пока чудят слышнее фонарей Я ждать и расставаться не умею Не дождешься ответа без призорного лета Сколько песен не спет, аду и ничего Огоньки, сигареты, грустью плечи согреты Не ищи огня там, где нету его Повеселей, алей, алей, алей Все лето на семнадцатой аллее Повеселей, алей, алей, алей Я ждать и расставаться не умею Повеселей, алей, алей, алей Все лето на семнадцатой аллее Повеселей, алей, алей, алей Я ждать и расставаться не умею Я ждать и расставаться не умею Ну это что касается, может быть, личной жизни и любви А если дело касается твоей группы и твоих музыкантов То здесь Джанго Алексей Подумный умеет ждать и расставаться Леш, хочу спросить про твою команду Она у тебя в Донецке И вот 22 февраля на твой концерт, на ваш концерт Да, ваш общий концерт, группа Джанго, конечно Прибудут сюда Как происходят ваши репетиции? По скайпу? По скайпу мы начинали, да, репетировать Но сейчас, когда ребята приезжают Мы собираемся где-то на репетиционной базе И начинаем что-то там изучать Ну это что, день-два перед концертом? Или как? Или у вас какие-то встречи есть? Там раз в месяц какой-то график существует Ну такого графика, кстати, нет Но поскольку концерты все-таки есть То есть это, как правило, все-таки перед концертами Да, это вот раз в месяц нам удается как-то друг с другом Иногда мы просто даже на кухне у меня сидим И что-то делаем И шумим Просто на гитарах Подключаем бас, там у нас есть куда включиться Просто соседи... Кстати, это же свой дом, я только что подумала Только хотела сказать Нет, нет, там свой дом, там только в кухне Все, да, ты думала соседи, зато уже могут не идти на концерт Они, видимо, все слышали и... Соседи, да, соседи будут приходить с кочергой, с табуреткой На концерт сразу Уверены, что у тебя соседи культурные люди Такие же, как поклонники творчества Ну да, слава богу Тем более, что все-таки я живу в доме И их просто... Сверху и снизу нет, точно А чем твоя команда занимается В свободное от гастролей группы Джанго время? Ну вот барабанщик наш, например, байкер Он катается на мотоциклах Вот сейчас ему делать нечего, конечно, зима Да, да Олег, бас-гитарист, он живет там неподалеку от Донецка Там все время как бы что-нибудь происходит Поэтому там громко и, так сказать, и ярко Поэтому он, так сказать, так вот проводит свое время То есть военные действия, конечно Ну да, да, да Там хватает до этого всего дела Кстати говоря Мы поедем, пожалуй, ставши уже традиционными, так сказать С выступлениями Я поеду, вернее, ребята-то там А я поеду и хотелось бы нашего еще пятого участника взять Который в Москве живет, Леша Он аккордеонист Очень, так сказать, придает тоже своего колорит Такой, значит, нашим выступлениям Ну мы поедем туда на несколько концертов В Донецке выступаем 8 марта Как раз будем поздравлять женщин Теперь женщин, да Девятого, по-моему, мы выступаем в Янакиево Это, в общем-то, считайте, что Донецк Это рядышком со всем И в Луганске будем выступать Я давно там не был Наверное, года два или полтора Точно не был в Луганске И мне будет очень приятно там выступить А это 11-го числа будет Ну, я думаю, что тебя, конечно, ждут, любят И встречи продаются Вся информация ВКонтакте Да, вот, кстати, недавно Мои замечательные друзья Супруги Норкины Телеведущие И радиоведущие съездили туда И очень так У них были очень мощные впечатления Они уже сделали несколько программ Об этом И говорит, что, в общем, да Афиш там очень много наших И с нашими физиономиями Мы всех приглашаем, да В Донецке На наш концерт Там хороший концертный зал Друзья, ну а если вы в Москве Или в гостях Или проживаете Или в Московской области Да даже если в Питере Успеваете примчаться И вообще со всех городов Можно успеть еще примчаться До 2 февраля Время есть Концерт будет в Москве В Люстра-бар Да А что мы сейчас послушаем? Так, а чтобы нам такое еще послушать У нас есть еще песня Есть еще песня Тоже такая вот песня есть Про Попагана Отлично Давай Я так чувствую У нас к концу эфира Останутся какие-то Лирические композиции А всякие громкие И задорные Будут сейчас Хорошо Думайте об этом Все прекрасно идет Ночь такая, знаю, бегай Если не хочешь Ай-яй-яй На уме грожей Чемодан А в руке Пляшет Попаган Береги Южные Север В южные Делая Многий Ордан Да Дальние Дальние Звезды Печальные Жми На педаль Кубал Да 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 Тянем Потянем Золотой Думан Улицы Подруги Нас любите Снова Тянем Потянем Золотой Думан Стоп Караван Приехали Ночь такая Знаю Бегай В зиму Провожай Весной Встречай Лучше Обнимать Океан Чем Любовь Забытую Истакан Дальние Дальние Звезды Печальные Дыму В карманы Ай Да Счастье Горстями И грузовиками Да Жалко Не навсегда Да 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 Тянем Потянем Золотой Думан Улицы Подруги Нас любите Снова Тянем Потянем Золотой Думан Стоп Карабан Приехали Тянем Потянем Золотой Думан Улицы Подруги Нас любите Снова Тянем Потянем Золотой Думан Стоп Карабан Приехали Браво Аплодисменты Где-то Сейчас звучат Наверное От золотовалютного Фонда Мира Боюсь Что как раз Наоборот Они были бы Расстроены Песни хорошие Леш Спасибо тебе Огромное Мне вот интересно Вот что узнать Ты не успел Нет Нет Леш Сказал По поводу Своих писем Что Наконец-то Ему захотелось Написать То действительно О чем он думает То действительно Что он чувствует Изобразить И я что Всего Поймала На мысли Думала Что значит До этого Значит Алексей Писал Не искренне Откуда Такая логика А главное Через полчаса Это женская логика После того Как было произнесено 30 минут Вот понимаешь Эта мысль ходила И вот наконец-то Была озвучена Здорово Слушай Ну это прекрасный Вообще ход мысли Да На самом деле Просто Я как раз Поймал себя На мысли Что я слишком Много стал думать Да Надо меньше думать Да И тогда Все будет искренне Говоришь Ну как бы Тебе пришло в голову Или ты чувствуешь И все И все нормально Расслабляться Да Расслабиться Ты не расслабляешься Липоклипам Расскажи Потому что у нас Все-таки телерадиоканал И мы интересуемся Не только новыми песнями Но и клипами Клипы тоже Ну конечно Ну есть вот Несколько задумок Опять же С новой песней Сейчас мы думаем Об этом С Поддерживающей Так сказать Наших Да Футболистов Но главное Не только футболистов Вообще всех нас То есть Общая мысль Такая С Состоит в том Что просто Не надо сдаваться Нужно просто Идти все время Вперед И никогда не забывать О том Кем были наши предки Что мы Великие Харизматичные Патриотичные Да Мы просто Мы большие И серьезные Ребята Так что Не стоит с нами Так сказать Ну и шутить не надо Конечно Ни в коем случае Это вообще И надеемся Что также Видео будешь снимать 22-го Или не будешь снимать 22-го в смысле На концерте Будет съемка Да Не знаю Мы обычно кстати Не снимаем концерты Иногда Кстати Я по этому поводу Высказываю сожаление А вот ты подумай Потому что Телерадиоканалы Интересуются Да Серьезно Конечно Концертами Концертной записью Понимаешь Мы потом могли бы Вот такую вещь взять И украсить Ею свой эфир Здорово Надо подумать Потому что иногда Получается очень Очень душевно И можно Можно это все Действительно Смотреть и слушать Вполне Допускаю Скажи пожалуйста Леш Кроме творчества Зима продолжается Продолжаются Какие-то снежные Виды спорта У некоторых людей Ты как вообще Лыжи, коньки Что у тебя Прогулки Лопата Лопата Это у нас у всех О Да Кто живет за городом Тот Друг А у тебя нет Такого Значит Бензинового Бензиновой лопаты Прибора Нет Бензиновой лопаты У меня нет Я кстати Предпочитаю Сам работать Разгребать Какие-то участки А недавно Я пытался Строить горку Да И причем Я ее строил По самому сложному Ты же наверняка строил ее Не один С помощником вместе Один Какой помощник Помощник еще Он еще не дорос Не был допущен У него допуска нет К таким работам Вот Ну я пошел По самому сложному пути Значит Сооружать Горку И просто Из снега То есть Без всяких Приспособлений Там Досок У меня их просто Чистый продукт Не было Да Чистый продукт Чисто снег Снега Вот соорудить Эту штуку Ну я потом Нашел метод Как это все дело Поливать водой Значит Вылил несколько Там таких Корыт воды И все Да И оно превратилось В лед И тогда Вот На ней можно было Очень даже Ну скажи Что это успешная работа была В конечном итоге Это только начало Катание Уже были? Если Если будет идти снег Я думаю Я сделаю еще в два раза выше Ну конечно К сожалению При так сказать Повышении высоты А я начал ее снизу Строить Не сверху Так уж получилось И мил право Твоя горка Как хочешь Того строишь Конечно Сверху Снизу Хоть снизу Знаете Что Дело в том Что учитывая Леша Талант Способности И вот Ему понравилось Я вижу по глазам Что строительство горки Действительно Вызывает Положительные Такие очень эмоции Может быть дальше Мы увидим Какие-то ледяные скульптуры Даже в исполнении Или песни про снег Саша Еще будут Песни про снег У меня уже есть Еще будут Вот я говорю Да Кстати нам нужно Сейчас обязательно Что-нибудь спеть Нам Говорят режиссеры Да Давайте споем Песню Про весну Супер Отлично Которая все равно Наступит Как бы Так сказать Не шла жизнь Холодная Весна Спят Дальние огни Как долго Я искал Мечту 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 Моей Любви Хороводит Снег С дождем Мечта Дорогу Мне Согрей Тебя Весна Моя Увидеть Надо Будет Теплей Мечту 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 Меня С дождем Мечта Дорогу Согрей Тебя Весна Моя Увидеть Надо Будет Теплей С дождем Мечта Мечту Мечту Весна Мощна Здce Мечта Мечта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будет теплей тебя, весна моя, увидеть надо, будет теплей... Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна.ФМ У нас сегодня Алексей Подудный, Джанго Мы слушаем самые хитовые песни Ну а новые песни Лёша обещает исполнить 22-го 8 вечера в Люстребаре Я хочу, чтобы мы немножко все-таки поговорили про того самого помощника И, собственно, виновника, для кого устроили эту самую горку Про сына Никиты Да, да, да Расскажи, пожалуйста, о ваших успехах Может быть, уже увлечении музыкой Которая уже наблюдается, я так понимаю, чуть ли не с первых дней Появление на свет Ну конечно, увлечения музыкой есть Сейчас мы с ним больше увлекаемся драками На мечах Ну, это обязательно, мальчикам надо, да На мечах Ты уже купил катану ему? На мечах Рыцаря растите Ну, надо разнообразие Война Человеку Не только на гитаре обвинчать же, да Нужно Эту гитару взять Расскажи про гитару, расскажи про меч Итак, и про меч, и про гитару расскажи Так, ну гитару-то он рано стал осваивать Бабушка ему, значит, подарила гитару Странно, что не папа, кстати Кстати, да, действительно Странно, я что-то про гитару Уже все рассказывают, что папа мне подарил гитару А тут что будет человек рассказывать? Бабушка подарила гитару Бабуля подарила, ну хорошо А папа в это время на гитаре на концерте играл Ну да, я, кстати, про гитару не подумал потому что она для меня, в общем, что-то такое, как воздух. То есть есть и хорошо, и что о нём думать, собственно говоря. Вот он взял эту гитарку, и я, кстати, пару раз клеил уже эпоксидной смолой, так сказать, клеем, потому что она как-то разбивалась. Была перепутана с мячом. Да, он, видимо, пошёл по пути Хендрикса, значит, и стал разбивать гитару обо всё, что видел. И, ну, ничего, он, так сказать, бренчит на ней, играет песни, несколько моих песен, знал. Сейчас вот, я говорю, он увлёкся больше какими-то активными видами. Да, и вот мы с ним вместе изготовили два таких мяча из водопроводной трубы пластиковой, значит, двадцатки. И я цвета обмотал. Рецепт записывайте, друзья. Да, сверху натягивается такая штука, трубка такая мягкая, значит, из полихлорвинила. Изоляция такая получается. Такая серая такая, да. Потом я, значит, художественно, высокохудожественно обмотал это всё скотчем сереньким и, значит, сделал гарду ему, там, значит, вот это всё, ну, это, значит, ограничитель этот, чтобы рука не соскальзывала. Вот, и я сделал один мяч покороче ему и подлиннее себе. Какие подробности? Он когда, да, он даёт мне всё время короткий, а себе берёт длиннее. Ну, конечно. Вот так вот. А вы как думали? Он говорит, я мужчина, значит, мне вот положено вот это подлиннее. Лёш, но мячи, я так понимаю, всё-таки, что конкретно это мячи, это твоя идея, да? Ну, я эту идею подсмотрел в одном интересном месте, там, где детишкам устраивают игры такие театрализованные. И они, значит, сражаются за справедливость, значит, сражаются со всякими, значит, тёмными силами, которых изображают другие мальчишки, значит, по очереди они это всё делают. И, значит, ты, вот, мы там оказались, и с Никитой тоже, и, в общем, он у меня сидел на плечах и тоже бегал, размахивал мячом. Так ему это понравилось, запало это всё ему в память. И, в общем, он сходил всё время за мной и говорил, давай сражаться. Вот, сейчас он говорит, папа, ты, как он говорит, ты повержен. Он говорит, да, да. Боже, как ты красиво, благородная, красивая. Сверхой, ты повержен. Это же класс, поэзия, да. Потрясающе. Мы повержены твоим искусством, но продолжи, пожалуйста. У нас ещё один есть музыкальный слот. Да, у нас финальная в нашей программе музыкальная композиция. А, финальная? Да. То есть это вот мы с вами пробеседовали уже почти час в кастрюме? Лёш, так время летит. Это да. С хорошими людьми, скромными, хорошими телерадиоведущими. Тогда давайте, так сказать, на вот этой значительной, как сказать, ноте закончим. Песня называется «Возвращайся, ты слишком далеко». Старая, ну хорошая песня. Очень красивая песня. На глазах облаков, на руках усталых городов. На заре всех рассвета, ну зачем ты так далеко? Я скучал по векрам, я не знал, что для меня так мало тепла у огня своих берегов. Возвращайся. Возвращайся. Ты слишком далеко не спеша, льется небо и душа привычно к расстоянию. И ты, и я ранее, зачем так далеко? Возвращайся. 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 Ты слишком далеко. Ты слишком далеко. Ты слишком далеко не спеша, льется небо и душа. Мне так нужно любовь. Дай своего тепла, обыкновенного на губах снега талого. Мне так нужна любовь. Дай своего тепла, обыкновенного на губах снега талого. Мне так нужна любовь. Дай своего тепла, обыкновенного на губах снега талого. 22 февраля, не пропустите, в Люстребар защитники отечества обязательно должны быть. Приходите, конечно, не только защитники отечества, приходите, милые дамы. Ну а там и тоже некоторые, между прочим, защищают отечество. Они защищают защитников отечества от невзгод. Ну что вы все время путаете, забываете, защитники отечества здесь имеются не только мужчины, но и женщины, которые проходят службу. Конечно. Приходите все меломаны на концерт Джанго 22 февраля в Люстребар. Рассказаны на концерте о твоей армейской истории. Ну что, хорошая идея. Я об этом не думал. Давайте я придумал. Как ты ходил в наряды. Кстати говоря, ребята все из нашей группы, все служили в армии. Так что всем есть что рассказать. Конечно, вспомнить. Я думаю, что и смешного тоже. Недавно, вот когда убирал снег, я придумал такую байку и не было, но было бы красиво. Да, что мы когда убирали снег, мы его выкладывали такими квадратиками на плацу, там вокруг плаца, значит, оно должно быть. Я придумал, что было бы классно, если бы, например, какой-нибудь старшина выходил бы с транспортиром таким, с угольником, и говорил, у вас здесь не 90 градусов, а 84 или 7. Переделать. Это было бы классно. Друзья, большое спасибо, мы говорим Алексею и, конечно, всех приглашаем на его концерт, а также ждем до конца года новую пластинку Джанго. Новые песни, Леш, пусть у тебя складывается хорошо, ждем также твои клипы, ну и пусть концерты тоже будет побольше. Всегда тебе очень рады и искренне еще раз благодарю. Джанго, браво, спасибо. Первый и единственный в России музыкант